Всем привет! Я вот сегодня решила заснять полноценное видео, чтобы не пытаться уложиться в одну минуту шорца. Вот речь пойдет опять о моем экспериментальном объекте клематист Распутин. Вот, он снова у меня дал вот такой хороший росточек. Я его обрежу, конечно же, и опять зачеренкую. Но второй тоже есть. Ну, а тут хотела сегодня показать, чтобы не быть голословной, да, потому что, ну, честно говоря, кругом и вокруг и все говорят о том, как они очеренкуют, втыкают палочку, и палочка, собственно говоря, растет. Ничего подобного у меня не получается. То есть у меня вот там вот стоят очеренки. Ну, наверное, я что-то делаю неправильно, и, наверное, в условиях комнатных все это хуже, чем в природе, в естественных календарных каких-то временных вот рамках все это происходит. Поэтому вот у меня этот Распутин, который я укореняла месяца полтора-два назад. Я вот пыталась их вот так подергать, они не дергаются. Соответственно, я сделала вывод, что они дали корешки. Я их не вынимала. Я хочу это сделать прямо сейчас. Я буду это делать, чтобы вот видно было, да, ну, что вот они вот тут, вот в этой земле, абы какой, дренажа здесь нет. Ну, то есть вот какие были у меня условия, в таких я и воткнула. Будем смотреть, что с укоренением, потому что их в любом случае надо пересаживать. Я смотрю, тут уже листочки подсыхать стали. Я вот приготовила стаканчики. Торф был только в большом мешке 70-литрового, поэтому я взяла торфяной брикет, залила его. Вот, даже перлит добавлять не буду, поскольку у меня есть возможность, ну, кусочек пластика какого-то. Есть возможность его каждый день поливать, пересыхать он у меня не будет. Поэтому я сейчас надеюсь, что корявенькое не будет получаться. Я сейчас буду стараться снимать и ковырять. Сейчас попробую как ногами зажать, наверное, звук будет хуже, а может и нет. Так, ага, вот, отлично, даже две руки освободила. Короче, поехали. Поехали, надеюсь, я не убью их. Так. Ага, ага. Все, да? Вот, мы видим, вот мы видим, что он укоренился. И он большой молодец. Первый пошел. Так. Отлично. Второй пошел. Дальше. Вот, видите, где, извините, ага, вот. Вот этого корешки меньше, потому что было два, как сказать, два этапа. То есть он у меня так же дал вот эти вот две веточки. Я сначала одну, гляну, обрезала, потом другую. И поэтому одни сидели чуть раньше, а другие чуть позже. Сейчас я опять ногами ее зажму. Так, поехали. Ого, смотрите, какой. Так. Сюда, блин. Сразу по ходу скажу, что... Так, это тоже с корнями. Ну, все, да, только уже ленивый не рассказывал, куда он что макает и как обрезает. На самом деле, я просто вот в эту упаковку поставила вот эти обрезки. Макала, не помню я, в корневин. Даже, мне кажется, и не макала. Вот, это тоже, видимо, второго захода. Потому что, вот видите, какие маленькие корешки, например, по сравнению. Сейчас. Вот этот. И первый, да, который я доставала. Вот этот. Макнула в обычный корневин. Нет, вру, не в корневин. В гетерооксин, по-моему, да, если не ошибаюсь, называется. Опять же, потому что было только... Сейчас опять руку вторую освобожу, иначе я себе нафиг все корни поубиваю. О, этот выскочил сам. Вот. Без корней. Я сейчас его обрежу вот так где-то. И посажу снова под уже... Ну, парничок сделаю. То есть, вот один. Ну, я не знаю, можно ли назвать его выпадом. Но пока что это выпад, наверное. Можно его и так назвать. Так. Что у нас с остальными? И есть корни. Ага. Вот. Вот я про него, кстати, тоже не могла подумать, что он без корней. Видите, он дал прирост. А снизу нифига нет. Второй. Так. Ух ты. Это прям комочек такой приятный. Ага. Ничего там такого в этом комочке, как оказалось, не было. Просто грунт свалялся. Сюда его. И последний. Ага. Все. То есть, получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Было одиннадцать. Девять укоренились. Два не укоренились. Но я надеюсь, что эти два, они еще не насмерть убитые. То есть, у них есть какой-то шанс. Сейчас я их подрежу и заново воткну. И будут они у меня уже как в парничке дальше стоять. В общем, я считаю, что для первого раза зимнего укоренения клематисов у меня очень отличный результат. В отличие от тех клематисов, которые я черенковала в зиму, скажем так. Не зимой, а в зиму. То есть, я набрала... Когда мы обрезали клематисы на зиму, я набрала этих лиан, обрезала их и натыкала. Ну, наверное, из ста штук хорошо, если десять. Нет, не так. Корни дали штук двадцать. Но из этих двадцати почки пустили штук десять. А потом уже зелененькие эти листики, к сожалению, все загнулись. Я не знаю, что я не так делала. Короче, из всего осеннего моего черенкования у меня не осталось ничего. Вот этот у меня остался, потому что у него уже были корни. Он летом был черенков. Я его летом выращивала. В общем, я считаю, что, в общем-то, неплохо. Прям даже очень меня порадовало. Сейчас я им грунтика досыплю, полью и пусть они у меня дальше стоят. С этим я разберусь и в дальнейшем покажу, как и что. На самом деле, наверное, неплохо, когда рассказывают, особенно люди, которые знают, вот именно про ошибки, что ли. Потому что иногда складывается впечатление, что ты дебил, и у тебя ничего не получается, потому что у тебя руки растут не из того места. А прямо у всех остальных так все супер получается. Ну вот я отношусь к тем, наверное, у кого руки не совсем такие, и у меня не получается. Так, прям воткнул гортензию, да, к палочку, и она расцвела. Это не мой случай. Поэтому будем вот тяжелым путем идти. Все, всем спасибо за внимание. Пусть ваши растения вас радуют.